Эту выдающуюся женщину, прежде всего, знали как супругу Михаила Горбачева, первого и единственного президента СССР, но кроме того она известна своей активной общественной и благотворительной деятельностью. Первая леди СССР всегда эффектная и элегантная, вызывала к себе интерес как у нас в стране, так и за рубежом. Но, лично мне кажется странным, что, если за границей ей всегда давали высокую оценку, отмечая ее огромный вклад в дело мира и активную общественную деятельность, то у нас в стране многие относились к ней негативно. Обвиняя в пристрастии к шикарным нарядам, драгоценностям, виллам и прочим атрибутам роскошной жизни. Правда, после августовского путча 1991 года, когда президент фактически находился под арестом в Фарусе, простые люди, наконец, разглядели в ней не чопорную светскую леди, а простую женщину, которая, как могла, поддерживала супруга в этот сложный момент, и я считаю, что она, действительно проявила, недюжинную выдержку и силу духа. А вы как думаете? Напомню, что родилась Раиса в 1932 году на Алтай в Рубцовске. Ее девичья фамилия Титаренко, которая ей досталась от отца, имеющего украинские корни, а мать Раисы – коренная сибирячка. В среднюю школу девушка окончила с золотой медалью, и когда приехала в 1950 году Москву, чтобы получить высшее образование, то без экзаменов была зачислена в ряды студентов МГУ. В стенах этого вуза и состоялось знакомство Раисы с Михаилом Горбачевым, только она училась на филологическом факультете, а он на юридическом. В 1953 году Раиса и Михаил поженились, сыграв свадьбу в студенческой столовой, а в 1957 году после окончания вуза отправились в Ставрополье, поскольку Михаил получил распределение в прокуратуру этого края. В этом же году у пары родилась дочь, которую назвали Ириной. Молодая семья жила в Ставрополе, сначала в съемной квартире, а затем в коммуналке. Со временем Раиса устроилась в общество «Знания» в качестве лектора, а позже стала преподавать философию в нескольких Ставропольских вузах. Параллельно с этим она писала кандидатскую диссертацию по философии, защитив которую в 1967 году получила ученую степень. В 1978 году Чита Горбачевых покинула Ставрополье и стала жить в столице. До того, как в 1985 году Михаил Сергеевич был избран на пост генерального секретаря ЦК КПСС, его супруга работа преподавателем философии в МГУ, а затем полностью посвятила себя общественной деятельности. Кстати, когда супруг Раисы Максимовны стал генсиком, то она начала его сопровождать в служебных поездках, и вообще была постоянно рядом, что по тем временем не то что было недопустимо, а просто не было принято, поскольку жены видных политиков страны всегда держались в тени. Тем не менее, Горбачева вела себя так, как считала нужным, и хотя у нас в стране на нее смотрели косо, за границей ее восхищалась. Сама же Раиса Максимовна старалась делать много чего на благо нашей страны. Она занималась благотворительностью, возглавив фонд помощи детям Чернобыля, участвовала в международных программах, оказывающих помощь детям больным лейкемией, взяла шефство над столичной центральной детской больницей, и кроме того, выступала как посланница мира, стала одной из создательниц Советского фонда культуры, выдвинувшись постепенно в число самых активных деятельниц европейского масштаба. А вам не кажется, что Раиса Максимовна могла бы сделать еще много полезного для развития и процветания нашей страны, если бы ей не помешала болезнь? Как известно, в 1999 году у нее был диагностирован лейкоз, и, несмотря на то, что она два месяца провела на лечении в Германии, побороть болезнь не удалось, и 20 сентября 1999 года она скончалась. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях. Понравилась статья? Нажмите палец вверх и подпишитесь на канал. У нас интересно? Продолжение следует...